всем огромный привет ребятки мы дома дома хорошо на улице ужасный ужасный ветер и всю ночь ревела так что я думала не знаю что будет но короче по моему аж двигалось все здесь на балконе окошко было одно открыто сквозника нет но все равно очень очень сильные такие порывы резкие прямо откуда-то в ух то оттуда то оттуда но у нас тут вообще всегда круги возле дома особенно потому что строение так домов как-то но уголочками получается тут как центрифуга закручивает ужасно короче но все дело не в том а дело в том что я готовлю сегодня думала 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 но как всегда кто спит по ночам а я думаю и бывает такое что думаю думаю и понимаю что я уже полночи думаю а заснуть очень тяжело ну короче это такие знаете жизненные такие мелочи но из них состоит жизнь из этих мелочей и поэтому я решила все таки что я сделаю гречаники гречку я отварила она уже остывшая ждет своего чтобы ее использовали перекрутила без вас фаршик потому что думаю ну меньше будет гудеть фаршик уже тоже готов у меня было ну грамм наверное 400 мяса немного вот одна большая луковица и я сейчас буду ее тоже измельчать на измельчить или чтобы и было полегче я чуть-чуть помельче порежу лучок луковицы очень крупные такие и у меня здесь два четыре шесть семь зубчиков чеснока так чтобы котлетки были ядреные котлетки гречанки вы готовите гречанки вкусно мне они очень нравятся ну такой своей наверное необычности что-то мне тут мешает доска туды-сюды гоняет так теперь мне нужно хорошо уложить лук чтобы чтобы она у меня работала потому что все бывает если кривенько уложишь она балуется надо по закидать очень ровно так со всех сторон так яйца яйца аккуратно я могу улетят только так все лучок и чеснок у меня в измельчителе и сейчас посмотрим будет он работать или не будет а что ж у меня эти яйца везде мешают ну видите не ровно уложено поэтому сейчас испытал испытательный срок едать надо давай моя хорошая давай лук и чеснок добавляем к фаршу вот еще одна неделя сентября пролетела просто пролетела сегодня ходила на рынок мне нужно было там одну вещь купить и встретила ой какой лук ядреный и встретила очень старинного доброго хорошего знакомого не ожидала его здесь видеть он в отъезде долго был ну короче дело в том что мы и учились даже с ним вместе потом работали в одном цеху он был начальником я чуть-чуть не начальником ну короче такие у нас отношения добрые хорошие человеческие по вспоминали всех тех кого уже нет а их очень много но жизнь продолжается кто-то живет кого-то уже нет но радостно встречать людей из той жизни он удивился что я уже не работаю и узнал сколько мне лет и тоже кажется да не 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 ну в общем это как как женщине это всегда приятно согласитесь вот поговорили видите привет он передал короче такие утренние встречи равны действительно радует я его очень давно не видела здорово встречаться с людьми которых рад видеть правда ребят добавляю 2 яйца и вот такое количество отваренной в подсоленной водичке отваренной гречки и остывший горячую гречку конечно же фарш я бы не добавляла теперь нам нужен перчик и соль так как гречка соленая я ее солю аккуратно осторожно чтобы не перестали перчик и все и наши гречанки надо перемешать и можно уже будет готовить минут пять-семь постоят немножечко перемешаются вкус лука чеснока гречки мясо и будем формировать наши котлетки котлетом я приготовлю пюре ребят пюре хочется давно не готовила картошечку уже начистила порезала и поставим все вместе и пюре и котлетки останется только приготовить салат и еще один день проживем дай бог чтоб все было хорошо мирно тихо спокойно желаю вам всем этого того же самого что сама себе пожелала что-то мне хочется еще немного соли добавить вот как-то прям хочется сейчас наши фарш пускай постоит немножечко как раз протру стулья приготовлю все для формировки котлет итак я все приготовила для панировочки и для формировки наших котлет ребятки я и буду все-таки панировать сухари как учета мне так захотелось чтобы они такими были плотными и сухоньками но сухари как вот так мне захотелось поэтому панировочные сухари всегда в доме есть и и начинаем формировать для легкости намоченную перчатки у меня досточка я на досточку буду все их выкладывать затем жарить вот такие кругляшечки рассветик звонила мне моя сестричка двоюродная была рада очень в конце недели поедем в гости давно не видела я соскучилась уже не так сильно жарко ехать будет хорошо поэтому поедем а сегодня вечером поеду к двоюродному братику съездил но без вити там нужна будет моя помощь машины дети едут немного не помогу ненадолго вечером съездим хорошо рядом живем выключить камеру не могу ребятки ну что терпите до очень такое руки руки не хочу не снимать ни перчатки не поэтому видела себя вот так вот тянется потихонечку залипательная ну и еще на одну котлетку немного не хватило одна и еще маленькая немного неравномерно распределила фарш маленькая будет на пробу вот и все сейчас состава приберем и перенесу вас сюда ко мне поближе и так мы поближе перешли я начинаю выкладывать свои котлетки на сковороду она уже очень хорошо разогрета вот они как шкварчат прям ох и картошечку я тоже включила все вместе и котлеты и картошку гречаники получились такими немаленькими будет еще одна партия сразу приготовила тарелочку с салфеткой чтобы выкладывать на салфетку наши котлетки и чтобы лишний жирок с них остался на салфетке и картошка тоже рядышком котлетка рядышком с картошкой все подождем немного следующую партию будем вместе жарить переворачиваем котлетки с помощью лопатки и вилочки красота теперь следующая партия котлеток и пока жарятся котлетки мы с вами будем делать салат как без него как всегда на дно блюдо в котором будет перемешиваться наш салат я нарезаю лучок зелень у меня у меня сегодня жаль нет но пойдет салат и без зелени посолим лук чтобы он быстрее отдал свою точность и не такой был острый нарезаем сегодня у меня будет один огурец какой пошел запах приятный огурчика два помидора сейчас зачистим ненужные помидорчика так мои котлетки котлетки и картошечка закипела котлеты уменьшаем температуру выкладываем котлеты на салфетку оставляем остывать тут они вам будут мешать так дальше с помидорками одна помидора была полностью так я посрезала много полторы помидорки будет у нас всего лишь на салат достаточно салат он знаете хорош свежим а когда он стечет уже его кушать конечно же не хочется и перчик вот такой красавец крупненький семена удаляем так это ушло теперь осталось нам нарезать только наши помидоры и если я вчера салат заправляла домашним вкусным подсолнечным маслом то сегодня я сделаю его со сметанкой помидоры нарезаем крупно у Витюшки в зале своя работа он орешки молодые орешки которые кожурочка еще чистится мы их очень любим они очень полезные и готовит целую тарелочку и добрым вечером сидим и трескаем так и вот такой соломкой некрупной нарезаем перчик и салатик тоже готов перец этот очень вкусный сладкий надо будет может будет ехать от света поедем полем не знаю может быть ну короче может заедем на то поле где остом продается перец и помидор но это все в планах а там как как сложится так и будет наморозить перца на зиму потому что я люблю больше добавлять перчик медленно кипит перекладываем остывшие котлеты на блюдо о как целая гора котлет вкусно салфеточку надо и теперь мы салатик нужно посолить лук соленый я не забыла потому что могу пересолить перчик и сметанка где наша сметанка вот она домашняя сметанка вкусная вот так ложечку сметанки и будет классный салатик все осталось приготовить только пюре для этого нужно немного времени сейчас отварится картофель а пока отваривается картофель мне надо разогреть тихо тихо разогреть молочком все и ждем пока сварится картофель итак картофель наш сварился а порует и так как я вам и рассказывала я не знаю как готовите вы но я солю картошечку лишь только после того когда она уже отварилась я ее при варке не солю ну такое я слышала и для себя сделала вывод что соль она картофель делает плотнее и поэтому я добавляю сейчас только соль молочко у меня уже разогрета масло я не достала как я могла масло как я могла так молочко молочко горяченькое о класс для приготовления картошечки я всегда использую одно яйцо добавляю его в картошечку и сразу же переминаю чтобы яйцо не схватилось белочек чтобы не схватиться теперь добавляем небольшой кусочек масла и его тоже переминаем вместе с картошечкой обед готов время у нас к обеду сейчас буду звать видео или накрою в пикниковую зону все как всегда и будем обедать о класс запах картошечку все с картофелем мелкие отправляем в кастрюльку ложечкой поправляем и сверху еще небольшой кусочек масла мне нравится когда открываешь кастрюлю а там такая масляная дорожка все мои хорошие обед мой готов прелесть ну вот и все мои хорошие наш обед готов вот такая получилась картошечка перешечка свежая горяченькая котлетки короче я не успеваю сейчас надо садиться кушать потому что я и видео нечего будет снимать Витя тягает и тягает скажи я ж не могу остановиться очень добрый гречаники и салатик все мои хорошие мы пошли обедать кому сейчас уже скажем так есть возможность или позволяет время всем приятного аппетита кто садится обедать кто попозже кто пораньше все кушайте с большим удовольствием вкусно готовьте по домашнему как у нас всем вам желаю приятного аппетита конечно же здоровья мирного неба самого благополучного дня самого благополучного вечера ночи и так далее мирного неба всегда с вами Витя Лена Степан хорошее настроение на канале погода в доме и как всегда если вам понравилось видео поставьте пальчик вверх напишите комментарии все что вы думаете об таком блюде как гречаники я думаю вы часто их делаете так как и я но я их даже наверное люблю больше чем котлетки они вкусные с привкусом гречки чувствуется чесночок лучок все и привет вам от Вики от Степана и подтягивайтесь к нам на канал пока 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 пока